Вот у нас здесь берег Дуная обозначен. Вот как будто будет берег Дуная. Через пару дней здесь будут танки и артиллерия. Пока вместо военной техники строительная. Городской подром выступит даже не площадкой, а полем боя. Здесь воссоздадут события Будапештской операции. Десант весь на первом крае обороны был положен немецко-фашистскими захватчиками, а Мутык Ахмадуллин как раз взял первую линию обороны, за что и получил звание Героя Советского Союза. Это наш земляк. В Ольмесевск съедутся реконструкторы из соседних регионов – Самары, Тольятти, Саратова. Примерно 150 человек. Сколько будет противников, а сколько советских солдат пока не рассказывают. Пусть люди увидят сами, как это будет реконструкция боя организована. То есть будут тут и взрывы на реальных событиях, даже выстрелы. Боевая техника будет использоваться здесь. Вырытая траншея будет изображать линию обороны вермахта. Ее будут штурмовать бравые красноармейцы. Вот здесь мы ее делаем глубиной, конечно, 80-90 сантиметров. На самом деле наши деды ее отрывали, эти окопы, до метра десяти. Но видите, мы сейчас современные молодежь применяем технику, а наши деды это все выкапывали саперными лопатками длиной не больше 56 сантиметров. Масштаб реконструкции примерно один к десяти. То есть каждый метр условных траншей, количество участников можно умножать на 10. Техника будет настоящая, восстановленная со времен Великой Отечественной войны. Костюмы практически до единой пуговицы повторяют те, что были на солдатах военные годы. Все будут участвовать с холощенным оружием. То есть выстрелы будут реальные, как показывают нам в фильмах, мы привыкли смотреть документальные съемки. Это все будет параллельная озвучка, все это будет имитация даже взрывов, 182-мм миномета будет. Реконструкторы в городе будут уже завтра, 13 февраля. Жители смогут увидеть все воочию. Для гостей фестиваля будет работать ТИР и Военно-исторический музей. Рината Светгораева, Цимур Туманов, Новости Юго-Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова